Когда речь заходит о хищниках, у каждого в голове возникают образы всем известных животных – волков, тигров, леопардов, крокодилов, акул и многих других. Но хищными могут быть не только животные, но и растения. Некоторые представители флоры, хотя и не могут охотиться в привычном для нас понимании, тем не менее успешно пожирают насекомых, а иногда и небольших млекопитающих, пользуясь специальными ловушками. На связи Лайтовый канал и сегодня мы представляем топ 10 хищных растений. Начинаем! 10 место. Росолист лузитанский. Росолист лузитанский также известен как португальская мухоловка. Это растение выделяет сладковатый аромат, с помощью которого привлекает насекомых. Они садятся на липкую поверхность, вязнут в ней и становятся добычей. Росолист весьма прожорлив. Среднего размера растение за день может переварить до нескольких десятков крупных мух и прочих насекомых. 9 место. Гелиамфора. Это плотоядное растение выглядит довольно изящно. Его свернутые в рулоны листья образуют что-то вроде кувшинчиков. Однако они устроены таким образом, чтобы избежать полного затопления водой. В верхней части кувшинчика присутствует специальное отверстие, через которое сливаются излишки дождевой воды. Это не случайно, ведь конечная цель хищника – утопить в воде незадачливую жертву. Верх кувшинчика преобразован в удобную ложечку. Растение как будто предлагает продегустировать нектар. Изнутри листья устланы мелкими волосками, направленными внутрь. Спуститься к воде по ним насекомое может, а вот выбраться уже нет. Любое попавшее сюда насекомое становится утопленником. 8 место. Венерина мухоловка. Венерина мухоловка, наверное, самое известное хищное растение на Земле, которое постоянно на слуху. Основа его рациона – насекомые и паукообразные. Это небольшое растение, имеющее от 4 до 7 листьев, которые произрастают из подземного стебля. Лист венериной мухоловки разделен на две части. Плоские, вытянутые в форме сердечко-зеленые черешки, в которых происходит фотосинтез. И две конечных доли красного цвета, которые свисают с главной жилки листа и являются той самой ловушкой. После того, как чувствительные волоски по краям долей подвергаются двукратной последовательной стимуляции, ловушка захлопывается и жертве некуда бежать. Затем начинается процесс медленного переваривания. Механизм с двукратной стимуляцией позволяет избежать ложного срабатывания, например, от попадания капельки воды. 7 место. Библис Листья библиса имеют круглое сечение. Они конической формы и вытянуты на конце. Вся их поверхность покрыта железами в виде волосков. Эти железы выделяют липкую слизь, которая служит ловушкой для насекомых, которым придет в голову губительная идея присесть на листья или щупальца этого растения. 6 место. Росянка Росянка – это крупнейший род плотоядных растений, включающих 194 вида. Его можно найти на всех континентах, за исключением, конечно, Антарктиды. Побеги росянки могут быть от 1 см до 1 м в высоту. Росянка имеют движущиеся железистые щупальцы, покрытые липкими выделениями. Когда на один щупалец садится насекомое, росянка двигает остальные отростки к нему, образуя надежный капкан. Когда ловушка захлопывается, специальные железы начинают поглощение добычи, превращая ее в питательные вещества. 5 место. Жирянка Жирянка – на вид абсолютно безобидное растение. Его сочные листья обычно ярко-зеленого или розового цвета. Однако именно листья и представляют опасность для насекомых, ведь они покрыты липким веществом, выделяющимся специальными железами. Привлеченные ярким цветом насекомые намертво вязнут и становятся легкой добычей. Сверху на листьях жирянки расположено два вида клеток. Одни выделяют тот самый секрет, а другие – специальные ферменты, с помощью которых перевариваются пойманные насекомые. 4 место. Пузырчатка Это плотоядное растение обитает в пресных водоемах, а также во влажной почве. Для захвата и поедания добычи у пузырчатки имеется специальный орган – ловчий пузырек. У некоторых разновидностей пузырчатки эти ловушки очень маленькие, и с их помощью можно ловить крайне мелкую добычу, в том числе простейших. В более крупные ловушки попадают головастики и водяные блохи. В каждом ловчем пузырьке есть специальный клапан, открывающийся вовнутрь. То есть добыча может попасть в ловушку, а вот обратный путь для нее уже закрыт. 3 место. Дарлингтония калифорнийская Дарлингтония отличается от большинства плотоядных растений тем, что использует в качестве ловушек не листья, а специальную ловушку по типу крабовой клешни. Залетая внутрь, насекомое становится дезориентированным из-за крапинок света, которые просвечивают сквозь стенки ловушки. Насекомое приземляется на множество тонких волосков, растущих по направлению внутрь. По сути, бедняги сами спускаются прямо к пищеварительным органам Дарлингтонии. 2 место. Сарациния Сарациния имеет специальные ловчие листья в форме кувшинок. Листья образуют воронки, покрытые сверху специальным капюшоном, который предотвращает попадание дождевой воды внутрь, чтобы она не разбавляла пищеварительные соки. Насекомых привлекает запах и нектароподобные выделения на краю кувшинки. Из-за скользкой поверхности и специального наркотика, выделяемого по краям кувшинки, насекомые падают внутрь, прямо в ловушку, где умирают и перевариваются специальным ферментом. 1 место. Непентес Непентес имеет поистине инопланетный вид. Его ловушка в виде чаши содержит водянистую, но липкую жидкость, в которой тонут незадачливые насекомые. Внизу чаши находятся специальные органы, которые растворяют и поглощают питательные вещества. Первое место в нашем топе Непентес занимает не просто так. Дело в том, что некоторые особо крупные подвиды этого растения способны пожирать не только насекомых, но и небольших млекопитающих, например, мышей и даже крыс. Что ж, ну а на этом все. Как всегда, на связи был Лайтовый канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!